Меня зовут Елена Палатник. Я лицензированный иммиграционный консультант по иммиграции в Канаду. Ваша говорящая голова обо всем, что происходит в мире иммиграции. Итак, Newfoundland и Labrador. Ну, давайте перейдем к этой основной теме. Значит, Newfoundland и Labrador. Вы спрашивали, когда откроется программа. Программа открылась. Она открылась 2 января 2021 текущего года. Программа интересна, на мой взгляд, тем, что хотя бы попробовать можно, хуже точно не будет. Рассчитывать на то, что там такие легкие требования, там вообще ни о чем, как очень многие выложили уже свои видео на YouTube, что прям программа чуть ли не для всех. Но, ребята, понимаете, что такое не происходит. Когда вы видите подобные программы для себя, вы должны четко понимать, и этот вопрос тоже был. Такие программы всегда в первую очередь нацелены на то, чтобы оставить в провинции тех, кто уже там находится на временном статусе. Всегда. Без исключений. И городские маленькие какие-то программы. Все это всегда сводится только к одному. Приоритет. Это те, кто находится уже в провинции, и они хотели бы, чтобы эти люди остались. Поэтому текущая провинциальная вот эта Newfoundland Priority Skills Stream, она нацелена в первую очередь на то, чтобы оставить тех, кто уже там. Поэтому там есть отдельная ветка для тех, кто заканчивает обучение или закончил обучение в их местном учебном заведении высшем. И эти будут в первую очередь рассмотрены. Дальше. Но это не исключает, естественно, момент того, что в Newfoundland иммигрантов крайне мало. Соответственно, они, да, будут рассматривать дополнительные заявители. Квота на сегодняшний день объявлена 250-350 заявителей. Вы когда видите эти цифры, это знаете, это не человек. То есть есть семья, в ней может быть 10 человек. Нет, это не 10 человек. Это один основной заявитель, который привозит с собой семью. Так вот, у них порядка 250-350 заявлений. Они имеют право одобрить в 2021 году конкретно по этому стриму. Туда вы можете подаваться при наличии и при отсутствии профиля в системе экспресс-энтри. Единственное, что нужно иметь в виду, что профиль в системе экспресс-энтри будет всегда ускорять процесс. Раз. Для того, чтобы у вас был профиль в системе экспресс-энтри, требования по языку будут выше. И это ваше преимущество перед другими ребятами, конкурентами, которые заходят, обманывая себя, что 5-4-5-5, то, что они пишут минимальное требование, будет там с головой достаточно, но не будет. Дальше. В отборах, как часто они отбирают, пока что этой информации нет. Система их выглядит следующим образом. Если вы соответствуете базовым требованиям этой программы, вы имеете право complete and express your interest, показать свое намерение. В этом намерении указывается ваше исходное соответствие этим требованиям, и вы как бы попадаете в эту систему в пул. Дальше. Если вы понравились, по баллам вы конкурируете сильно с другими. Сейчас до баллов дойдем. И если вы набрали много лайков, это серьезно, там чисто аукцион прописан, на мой взгляд, значит, ваши данные в системе видят потенциальные работодатели. И не ради того, чтобы выдать вам джубофер, а ради того, чтобы поставить вам голос свой, дать лайк. Чем больше лайков от работодателей вы наберете, тем больше будет ваш рейтинг в этой системе, тем больше вероятность, что миграционный комитет обратит именно на вашу кандидатуру внимание. Поэтому здесь очень важно красиво, корректно прописывать всю свою информацию в сопроводительном письме, в резюме это требуется, потому что это будет видно и работодателям в том числе. Они легенько намекают, что, возможно, кто-то из работодателей, увидев ваше заявление, захочет вас взять на работу и прям вытащить джубофер. Но они об этом так легенько намекают, что я бы на это вообще не рассчитывала. Спасибо, если вам поставят нужные голоса, и это приведет к тому, что вы из выборки будете вытащены. Дальше. Когда вы получаете приглашение, вот вас выбрали, например, из системы, они дадут вам возможность загрузить полный пакет документов на сертификат отбора провинции. Это все делается будет электронно. Вы это все дело подгрузите. Пакет документов обычно объемен. В их случае, я думаю, он будет просто слизан с какой-то другой провинцией. И включать будет, скорее всего, федеральные формы в том числе. Рассмотрение может занять. Ну, в их случае, думаю, будет очень быстро. Такие провинции обычно в пределах от 10 до 30 рабочих дней успевают рассмотреть заявление. Когда они вас рассмотрели, они выдали сертификат отбора. Если вы пришли к ним через экспресс-энтри федеральный, то это 600 баллов дополнительных за сертификат отбора. Если вы пришли outside экспресс-энтри, то это бумажная подача на ПМЖ. Они пишут, что средний срок рассмотрения на ПМЖ и вообще весь процесс может занимать 18 месяцев. Брыхня. Не может. С точки зрения сегодняшних очередей на федеральном уровне, я полагаю, что это 18 месяцев с момента получения номинации и подачи на ПМЖ. Это вот в лучшем случае. А еще плюс вот этот период, когда вы получаете номинацию, еще месяца 4 там точно уйдет. Ну, кругом бегом 2 года. Если, конечно, вы, вот это чудо происходит и работодатель какой-то клюет на вас, то вы сможете приехать туда заранее на рабочем разрешении, а статус ПМЖ догонит вас в процессе. Если же нет, то это 2 года ожидания. Дальше вы можете приехать в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор со статусом ПМЖ. Если вам там не понравится, как всегда, статус ПМЖ дает вам право жить и работать в любой части Канады. Можете собираться и переезжать к нам в Манитобу. Добро пожаловать. У нас здесь тепло, весело и хорошо. Или в любую другую часть Канады. В чем недостатки этой провинции, на мой взгляд? Новая провинция с точки зрения эмиграции. Значит, будет дискриминация по национальности. Ну, это однозначно. Они сами об этом всегда говорят. Вы должны быть к этому готовы. Не столько вы, сколько, скорее всего, даже ваши дети. Потому что в школах булят детей, которые, по понятным причинам, это же дети, которые не похожи каким-то образом на других. Внешне, по языку, в частности, по манере одеваться, разговаривать и по интересам. Там сформирована своя тусня, в которую практически никто не попадает извне. И вдруг приезжает ребенок из Москвы. Если это подросток, это может быть тяжело. Если это ребенок маленький, да, там до начальной школы, будем говорить, 8-9, до 10 лет, то это еще терпимо. Потому что до 10 лет они добрее еще детки. Поэтому можно, может пройти нормально. В отношении трудоустройства и потенциальной адаптации вот в таких провинциях, малоиммиграционных, скажем так, неразвитых в эмиграции, естественно, отдавать предпустения будут тем, кто говорит без акцента на английском языке, быстро, бегло, четко. Но тут надо еще отдавать себе отчет в том, что Ньюфи, это люди, которых вообще не все понимают на территории других провинций Канад. Это полный рот вообще какого-то кошмара. У меня был прецедент. Я когда-то приехала в Морден, один из первых разов, и в гостинице поселилась, и вышла на перекур, и стоял, курил какой-то дальнобойщик. Этот дальнобойщик, собственно, был Ньюфи. Я вам клянусь, 45 минут я просто стояла и не понимала, что со мной происходит. Я ничего не могла понять, что он говорит. 45 минут мы с ним о чем-то говорили, я ему ескала, поддакивала. Он мне что-то рассказывал, но я думала, вот все, и вот больше шум, просто шум. Через 45 минут у меня переключилось, я начала там различать чуть-чуть слова, и я начала понимать, о чем он говорит. У них свое какое-то наречие, очень странное произношение, и к этому тоже нужно привыкнуть. В соответствии с этим вы должны быть готовы к тому, что на работу возьмут того, кто на, чем вы со своим Hello, my name is очень четким Russian English. Не всегда, не точно, да, но основная масса ситуации будет начинаться в адаптации именно с этих моментов. Поэтому, если вы четко понимаете для себя, что вы не хотите рисковать, то помните о том, что вы всегда можете уехать. Это не то, что вас там заперли, вы должны сидеть. Если есть привязка к работодателю и там джобофер, и переезд через рабочее разрешение, да, вы будете сидеть там, пока не получите статус ПМЖ. Но как только у вас статус ПМЖ появился, вы вольны оттуда уехать. Соответственно, что они хотят от вас, Мифауленд и Лабрадор? Значит, кандидатам должно быть как минимум 21 год, и максимальное число баллов они начисляют с 31 года. Это как бы хорошо, но сейчас мы перейдем к баллам, и вы поймете, что любой дурак там набирает огромное количество баллов. Я не хочу никого обидеть, но всех, кого я просчитывала, там вообще сразу получается очень много. То есть я не думаю, что это основной фактор отбора эти баллы. Но 21 год минимум, желание и намерение жить и работать непосредственно, остепениться в Нью-Фаунтленде и Лабрадоре. Уровень английского языка, созданным IELTS и General, да, они хотят. Или CELPIP, Canadian English Language Proficiency Index Program. Говорят, CELPIP легче, но сдать его можно только в Канаде, по-моему, еще, ну, не в наших странах, точно. На уровне 5, если говорить о BIOS General, уровень 5, это 5-4, 5-5, рейдинг 4. Но я вам настоятельно рекомендую сдавать побольше и повыше, потому что с пятерками, по тем особенно профессиям, которые они сейчас выложили ин демант, я не знаю, что вы там будете делать, потому что этого недостаточно ни для чего в рамках указанных профессий. И, в принципе, нужно понимать, что конкурентная среда будет состоять из кандидатов из экспресс-энтри-пула и не из экспресс-энтри-пула, но основная масса людей будет с более высоким языком. Макаться, пробовать с пятерками Пайлс можно, просто не рассчитывайте на то, что по мгновению вот все волшебные палочки, вы пройдете просто потому, что у вас есть этот уровень, не факт. Дальше. Я не буду рассматривать ин демант академик кандидейт, то есть это кандидаты, которые закончили докторантуру или магистратуру в Memorial University за последние три года по специальности технологии здравоохранения, аквакультура или сельское хозяйство. Но, то есть те, кто уже там, считайте, находятся, у них отдельно, они не будут вместе с вами рассматриваться с иностранцами, они отдельно рассматриваются. Это как маневр, если вы входите в категорию людей, которым, вероятно, могут дать студенческую визу, смотрите в сторону Memorial University, хорошая тема, если у вас есть бакалавр, например, или магистратура уже своя отечественная, по вот этим технологии, healthcare, aquaculture or agriculture, то можно поступить туда на магистратуру, поучиться, закончить и на выходе получить. Сколько продержится эта программа, никто не знает, вы должны иметь в виду риски, да, что вы можете отучиться, к тому времени эта программа закроется, так тоже иногда случается. Но я сомневаюсь, мне кажется, что специально именно для этих целей она и сделана. Поэтому рассмотрите, там наверняка будет бюджетно, в плане недорого обучения, недорого проживания, сможете себе позволить, тем более, трудоустройство 20 часов в неделю парт-тайм, а если вы выезжаете парой, то второй заявитель идет работать на полную ставку или учить ньюфонгландский язык. Так, относительно кандидатов in-demand work candidates, эти кандидаты должны иметь хотя бы один год опыта работы за последние 10 лет по списку востребованных профессий провинции Ньюфонгланд и Лабрадор, которые будут регулярно обновляться. Один год опыта работы за последние 10. Это минимальное требование, это ни о чем. Работодатели будут ставить голоса, ну если бы я была работодателем вот в таком ключе, то я бы никогда не поставила голос человеку, который в 2002 году, например, один год поработал в той области, которая меня интересует. Я бы выбирала кандидатов, которые работали либо все 10 лет, либо хотя бы последние несколько лет, то сейчас, чтобы опыт работы был свежий. Поэтому, пожалуйста, относитесь резонно, да, и критически оценивайте такие факторы и понимайте, что минимально проходной это не значит проходной. Если у вас есть опыт работы по тем профессиям, сейчас мы о них поговорим, которые там указаны или будут появляться, и он свежечок, и его много, это вариант, это круто. Если нет, можно мокаться, но не факт, что прокать. Да, дальше. Поговорим про профессии. Давайте сейчас сразу спущусь на профессии. Так, на сегодняшний день в первую очередь они смотрят на здравоохранение. Врачи. Ну, хорошая тема для врачей. Если у вас особенно... Они пока что, кстати, не пишут ничего про необходимость приравнивания образования к гнадскому эквиваленту. Почему я об этом вспомнила? Потому что для врачей это очень длительный и тяжелый процесс. Но я думаю, что просто что-то пошло не так, и они потом могут это потребовать. Если в экспресс-энтри кандидат, оно у вас уже исходно приравнено. Если не экспресс-энтри, непонятно, не вижу я этой информации здесь. Но как для врача, так точно должно быть приравнивание образования субъективное, на мой взгляд. Поэтому врачи, к которым относят семейных докторов, семейную медицину, психиатрию, патологию, радиологию, гинекологию, акушеры, анестезиологию, педиатрию, неонатологию и гематологию, пазологию. Это те, которые нужны. Но нужно опять же смотреть, потому что family medicine, вот первая категория, это вообще терапевты любые. Поэтому здесь может подойти любой врач, на мой взгляд, ну вот разве что там нет узкой какой-то хирургии, еще чего-то. В общем, нужно смотреть конкретно по вашему профилю деятельности. Дальше, им нужны медсестры, лицензированные, personal care attendant, это как сиделки, ну не сиделки, а санитарки, назовем их так, которые помогают. Это, кстати, легкая профессия, достаточно в контексте доказательства опыта работы, и чтобы не надо было лицензироваться, чтобы они вас потом не погнали получать какую-то бумажку, пока вы еще не эмигрировали. Клинические психологи, медицинские физики, radiation therapist, УЗИ, вот все, что с этим связано, дозиметристы. Это что касается медицинского сектора. Дальше, аквакультура, капитаны, капитаны, FM4 сертификат нужен. Что такое FM4, вы узнаете позже, потому что я понятия не имею, что это такое. Но для того, чтобы подаваться капитанам, нужна дополнительная сертификация. Я думаю, что как раз капитанам виднее, о чем идет здесь речь. Дальше, farming and feeding managers, то есть это в аквакультуре, да, то есть вот в океанологии, да, связанной с водой, фермерство и кормление менеджеры в этой области. Facility technician, ну это все, что связано с, вот, опять же, только вода, это не сельское хозяйство, а вода. Facility technician, assistant manager, cage site technician, site manager, with water quality expertise, то есть качество воды, да, кто умеет анализировать. В общем, менеджеры разные, по всей видимости, это один крупный работодатель, который хочет людей в эту область. Знать бы кто, было бы легче понять, чего они конкретно хотят. Но даже если у вас есть близкий по теме опыт работы, можно пробовать подаваться. Капитаны только или третий помощник капитана тоже подойдет? Нет, captain, captain. Вообще надо посмотреть по ногу. Зайдите, Людочка, в ноки, посмотрите ног капитаны. Если там в подноках есть торпомы, то может быть, я не помню. А если нет, то только капитан. Дальше. In demand technology sector. Значит, технологии. Вот, как всегда. Software developer, biomedical engineer, electrical engineer, mechanical engineer, pitonweb.net developer, infrastructure engineer. Хорошие профессии. Ничего не сказано про необходимость получения какой-то предлицензии. Технолог рыбного производства. Кстати, можно пробовать, но я не знаю, какое это отнести. Производство, да. Farming and feeding manager. Очень похоже на это. Есть такое, ну, на мой взгляд. Я бы попробовала. Так. Так вот, все, что связано с вот инженерными профессиями, я рекомендую вам подаваться. Особенно, если у вас есть профиль экспресс-центри. Это может очень неплохо закончиться. Так, идем дальше. Technical specialist. Технически. Это все облачное пространство, биоинформация, искусственный интеллект, computer network support, ocean mapping, океанологическая картография. Ух ты. Значит, data analysis, technical writers. Ну, тут тоже хорошая профессия, на мой взгляд, technical writer, технический, как бы, писец. Это круто, потому что она весьма распространена. Если хорошее знание английского языка, очень неплохой шанс зацепиться. Для кандидатов, у которых экспресс-центри профиль, это вообще, конечно, золотое дно, на мой взгляд. Если есть попадание в эту область, в эти области, то очень велики шансы на прохождение, мне так кажется. Все, больше ничего пока нет, но эта штука будет обновляться. Итак, у нас получается здравоохранение, IT, технические профессии, которые тоже связаны, можно сказать, что с IT, и инженерией, и аквакультурой, все, что связано с рыбопромом, океанологией, все, что есть там. Можно поковыряться, посмотреть, что там в Ньюфаундленде есть за предприятие, которым могут быть нужны такие специалисты. Я этим сейчас не занималась, но это моя вам рекомендация. Просто я не думаю, что там такое огромное количество компаний, в которых уже висят эти job vacancies, а они, скорее всего, висят. И будет понятно, к кому идти, и кто им конкретно нужен, и посмотреть, может быть, профиль компании, и определить, как себя подороже продать, и что правильное написать в своем резюме, чтобы на вас обратили внимание, чтобы было совпадение. Не просто по ногу, а конкретно по роду деятельности, которая от вас ожидается потенциальным работодателем. Так, опыт работы, так мы сказали, один год из десяти, вот из этого, или из того, что будет дальше, который будет обновляться. Дальше, они хотят, чтобы вы набрали проходные баллы, их должно быть 60 минимум, максимум здесь, по-моему, около 124 я насчитала. Так, значит, 96, на мой взгляд, это то, что набирает каждый. Значит, все они пишут, за английский на уровне вот 5-4, 5-5 и выше уже 20 баллов, да, чтобы вы понимали, за уровень 6-0, 24, и 24 будет и за 9-0 в том числе. Дальше, за возраст максимально 16 баллов от 31 до 40 лет, то есть, видите, за как бы более старший возраст они дают максимум баллов, потому что от 21 до 30, 12 баллов, 4 балла разница присутствует. За образование, за школьное дают шестерочку, за магистратуру, ну, как правило, это наш бакалавр плюс специалист, 20 баллов. Если просто один диплом, например, бакалавра, это 15 баллов. Опыт работы, они вам дают от 10 до 40 баллов. Если у вас опыт работы больше 5 лет, 5 плюс, за последние 10, то это 40 баллов. Большинство именно так. Родственники на территории Ньюфаундленда дают десяточку. Опыт работы, полученный в Канаде, 5 баллов. Опыт работы, полученный в Ньюфаундленде, 7 баллов и все. То есть, акцент, в принципе, ни на что не стоит. Если у вас есть, вот вы, да, в экспорт-центре кандидаты в основном, 24 за язык, 16 за возраст, магистр 20 баллов, опыт работы 5 лет, то уже там 96 под 100 баллов точно получается. И 124. Опыт работы, опять же, должен быть подтверждаемый. С баллом 100, какие шансы. Понимаете, если мы говорим о анализе этой программы, то нужно вернуться к этому вопросу примерно через год. Потому что они сейчас сами не знают, на черт они эти баллы сюда влепили, и как это будет работать. Программа только начала работать, они как-то начнут отбирать кандидатов. Повторюсь, отдавая предпочтение тем, кто уже находится на территории Ньюфаундленда. Потом потихонечку начнут добавлять кандидатов из-за рубежа. И они таким образом определяют вообще, кто им нужен и как они его оценивают. Я бы сказала, что с соткой есть смысл зайти хотя бы, вас же нигде не жмет. И никто не ограничивает вас в подачах. Вы можете подаваться куда хотите, как хотите, на любое количество программ. Тем более вы просто висите в системе, например, экспресс-энтри. И отдельно экспресс-энтри, это не делается через экспресс-энтри. Вот. Ну вот как бы и все. По сути, по этой программе подведем итог. Если у вас больше, чем 21 год, если у вас есть один год опыта работы за последние 10 лет по востребованной профессии, если вы набираете хотя бы 60 баллов из этих 120, будет быть, будет 4, по шкале отбора Ньюфаундленда, то, скорее всего, вы не пройдете, но зарегистрироваться сможете. Однако, если вы набираете много баллов, у вас больше опыта работы, то есть вы критически понимаете, что у вас могут быть неплохие шансы зацепиться и показать себя, да, и вы вызовете интерес у общества в этой провинции, то имеет смысл рассчитывать на то, что вас выберут из этой выборки и номинируют на подачу полного пакета документов. С удовольствием будем наблюдать за этой программой, нам она очень интересна. Как только у нас появится информация о том, каким образом они отбирают, на что обращают внимание, мы будем с вами этой информацией делиться и ждем того же самого от вас. Если вы подались, у вас пошло движение, пишите нам в комментариях или в директ здесь, в инстаграме, чтобы эту информацию можно было раздеребанить и поделить между всеми, кто заинтересован. Спасибо за то, что были с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, пока-пока, всех обнимаю!